И возвращаемся к главной дипломатической площадке сегодняшнего дня в Украине, форуму ЕС, который проходит в столице. Наш корреспондент Алексей Пшемыски наблюдал, как завершается сегодняшний день форума, и сейчас он на связи со студией подробностей недели. Алексей, приветствую тебя. Скажи, что сейчас делают участники форума и чего ждать от дня завтрашнего? Добрый вечер, Алексей. Ну вот буквально несколько минут тому назад завершилась сегодняшняя дискуссия ЕС. Скажу, что вот такой совершенно приятной неожиданностью стало участие тайного гостя. И вот этим вечером тайной гостей оказалась дочь, наверное, самого известного на сегодня мире физика Стивена Хокинга, Люси Хокинг. А вот уже после нее в прямом эфире США к участникам форума обратился и сам Стивен Хокинг. Собственно, он говорил о том, насколько важно в эпоху вот такого совершенно быстрого развития современных технологий людям все же решать конфликты между собою. Ну и похвалил украинских ученых за их вклад в развитие мировой науки. Конечно же, все ожидают завтрашнего дня. И завтра лекцию прочитает еще одна участница форума, всемирно известная художница Марина Абрамович. Скажу, что из-за того, что более 4 тысяч человек захотели послушать ее лекцию о своем выступлении, она перенесла в Октябрьский дворец. Ну и, конечно же, наверное, самой ожидаемой политической фигурой завтра будет спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Вот как нам удалось узнать, настолько много журналистов хотели взять у него интервью, что он пообещал пообщаться со СМИ вот прямо здесь, во дворе мы с Тетского арсенала и ответить на все вопросы. Но, конечно же, они будут касаться миротворцам на Донбассе, будущего нормандской четверки и будущего минских соглашений. Ну и скажу, что о будущем Минска сегодня нам удалось поговорить и с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном. Он дал нам эксклюзивное интервью, а также сказал о том, каким видит будущее Украины и будет ли это будущее европейским. Я предлагаю послушать его интервью. Господин Кэмерон, прежде всего, спасибо за возможность интервью. Я хотел бы спросить вас о минском процессе. Верите ли вы в минские соглашения? Считаете ли вы, что Минск может вообще не быть выполнен? Возможно, стоит пересмотреть соглашения? Я верю в принципы, на которых основаны минские соглашения. Это прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов. И то, что Украина, как суверенное государство, должна иметь возможность контролировать свои восточные границы. Но есть проблемы с выполнением этих пунктов. Я считаю, что нам необходимо поднимать эти вопросы на переговоры, чтобы очертить конкретные шаги, как воплотить их в жизнь. Для того, чтобы увидеть реальный мир и урегулирование этой ситуации. Но мы ни в коем случае не должны уступать принципам, заложенным в основу минских соглашений. Видите ли вы необходимость внести изменения в соглашения? Очевидно, что сейчас процесс застопорился. Война продолжается, люди гибнут, украинцы страдают. Нам нужно сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Нужно оставаться верными принципам Минска, но внести новые коррективы, чтобы обеспечить отвод тяжелых вооружений, прекращение огня, возврат Украине контроля над восточными границами. Возможно, эти пункты следует прописать в соглашениях в другом порядке. Прописать их как-то иначе, чтобы увидеть конкретный результат. И в продолжение моего первого вопроса. Сейчас многие говорят, что коррупция и затягивание реформ это намного более серьезная угроза для Украины, чем даже война на Востоке. Считаете ли вы так? Сейчас для этой страны, для государства, играющего важную роль на европейской арене, с растущей экономикой, есть реальный шанс стать успешной. Но что тянет вас вниз? Бесспорно, это война на Востоке, но также и проблемы с коррупцией. Но нельзя не отметить и то, что вам уже удалось достичь. Экономика страны растет, вы сотрудничаете с МВФ, в том числе и благодаря уже проведенным реформам. Главное не прекращать этот процесс. И в интересах Украины, и в интересах украинского народа оказывать давление на ваше правительство, чтобы темп реформ не замедлялся. Многие в нашей стране мечтают о том, чтобы Украина стала полноправным членом Европейского Союза и НАТО. Но при этом многие на Западе говорят, что мы попросту не готовы к этому. Верите ли вы, что Украина когда-то сможет стать полноправным членом этих организаций? Ну и, конечно, наверное, на этот вопрос сложно ответить, но все же, сколько времени для этого потребуется? Вы правы, это очень трудный вопрос. Ни США, ни Россия, никто не должен определять, кто станет новым членом НАТО или ЕС. Да, вопрос о членстве в ЕС или НАТО для Украины, ровно как и для каких-либо других новых государств, сейчас не стоит. Но никто не должен диктовать политику расширения. На мой взгляд, и в свете того, что Великобритания собирается покинуть Евросоюз, очень важно, чтобы ЕС стал более гибким. Нельзя равнять всех под одну гребенку. Обязательство ввести евро, слушать одного президента, принять единую доктрину обороны, платить одинаковые для всех налоги. Это явно бы не подошло, к примеру, для такой страны, как Украина. Потому Европа должна понимать, что каждой стране, которая хочет стать частью ЕС, нужен отдельный подход. Но нужна ли Украина Европе? Да, Европе необходимо поддерживать хорошие взаимоотношения и сотрудничать со всеми своими соседями. Говорим ли мы о Великобритании, которая вскоре станет соседом ЕС, или об Украине, стране с населением 45 миллионов человек, с огромными перспективами в будущем. В интересах ЕС поддерживать партнерские соглашения в виде ассоциаций или, возможно, даже полного членства с разными странами, от Запада до Востока. Спасибо, благодарю вас за интервью.